Здравствуйте! В эфире программа «Деловой разговор». Меня зовут Наталья Каршева. В минувшей неделе БИСК очень активно обсуждал предложение, которое внесла петербургская компания Янэнерго. Это изменение нашей транспортной схемы в городе БИСКи. О том, как проходило исследование, какие были предложения масштабные, какие можно внедрить уже сейчас. Сегодня поговорим об этом. У нас в гостях Илья Дмитриевич Хименко, временно исполняющий обязанности директора МУК «БИСКОРТРАНС». Здравствуйте, Илья Дмитриевич! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, вообще как проходило исследование нашего БИСКО-пассажиропотока? Потому что, казалось бы, когда у нас внедрили все наши транспортные карты, он и так вроде бы стал уже прозрачным. Ну, что такое исследование пассажиропотока? Да, у нас с 2016 года делена система электронной проездной, повторюсь, на всем общественном транспорте, трамвае, автобусы и газели. И с 2017 года мы полностью перевели льготников краевых и федеральных. И с 2017 года мы полностью видим весь пассажиропоток на каждом маршруте. Ну, что такое отследование пассажиропотока? Это не просто мы данные получаем ежедневно по каждому маршруту, сколько проехало пассажиров. То есть, компанией «Янэнерго», которая нам разрабатывала комплексную схему транспортного оплодивания на территории города БИСКО, были сделаны замеры пассажиропотока на 41-м остановочном пункте в 34 маршрутах. Что такое замеры? Замеры проводились с 6 утра до 10 вечера. То есть, там наблюдался и фиксировался вход-выход пассажиров на остановочном пункте, сколько было заполняемости пассажиров в автобусе и сколько было пассажиров на остановочном пункте. И нам привели статистику. Большой пассажиропоток, конечно же, идет в утреннее время, в час пик. Это с 7 утра до 9. Вечернее время тоже есть с 4 до 6, но незначительно почему-то он ниже. Все в 8 утра и вот на работу, и в утреннее время прям большая наполняемость автобусов. Потом, может быть, люди работают кто-то до 6, кто-то до 7, кто-то до 4. Из-за этого там такой идет разрыв. То есть, нам детально предоставили обследование в утреннее время и на остановочных пунктах, где много людей собирается в скопление, и на 34 маршрутах самых основных, которые у нас сегодня пользуются горожане. Вы и так за эту тему следили все эти годы очень пристально. Но тем не менее, какие-то лично для вас были открытия? Открытия? Ну, что скажу. Следующий вопрос, сразу на него перейду. Открытие. У нас большая дополняемость пошла на улице Социалистической, на конечном остановочном пункте Кристалл. На остановочном пункте у нас пошла большая дополняемость пассажиров на еще двух остановочных пунктов. Это Зеленый Клин, это Кристалл, это магазин Олимпийц и Стахановская. Ну, в связи с инстинктивной застройкой, заселением кварталов, мы видим довольно большой пассажиропоток. Это одни из, знаете, ключевых, наверное, остановочных пунктов, которых мы раньше не видели и не знали, где там большая наполняемость, где больше всего необходимо транспорт и автобусов. Если смотреть в разрезе, преимущественно обещание выбирают автобусы. Если смотреть в разрезе пассажиропотока, то у нас он уже сформирован, и как бы мы ни хотели, то сегодня большая часть, это где-то 70%, едет на автобусах, 30% на трамваях, ну, 33%. Это уже, наверное, на протяжении многих лет, уже лет 10, наверное, даже до этого и не было, когда системы электронной приведной мы не видели. Ну, пассажир уже привык, я вот на автобусе, а я на трамвае. И взять пассажира сегодня сказать, нет, сегодня здесь автобуса не будет, здесь будет трамвай, это понизиться качество обслуживания, как сказали специалисты, энерго, взять, убрать в центральных линиях ключевые маршруты и перекинуть их на второснепенные улицы. Мы не увидим приток пассажиров на трамвае, мы увидим только недовольство, потому что у пассажиров не будет права выбора. А вот еще среди причин, почему бичане выбирают автобусы, а не трамвай, называли то, что, ну, трамвай, скажем так, ограниченное, вот поле, где нужно проехать, да, сеть неразветвленная. Когда вот все это обсуждение ушло в сеть, в интернет, в медиапространство, говорили так, а вы сделаете, вот, пожалуйста, в трамвае проезд чуть подешевле, и народ пойдет. Вот вы согласны с таким утверждением? Смотрите, год 2014-2015, если не ошибаюсь, могу ошибаться, да, правда, в городе Бичке стоимость проезда автобуса и стоимость проезда трамвая отличалась на 1 рубль. Но когда мы сделали единый проезд на трамваях и на автобусах, такого, ну, оттока пассажиров мы не увидели, потому что, я повторюсь, пассажирпоток, он уже сложился, люди привыкли часть на трамваях, часть на автобусах ездить и загнать сегодня, там, поднять пассажирпоток у тебя не тяжело. То есть, мнение мое, как можно поднять, конечно же, это у нас сегодня устарел трамвай, он очень старый, и приходом на линию новых трамваях, более-менее современных, как это у нас в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, то есть у нас по программам федеральным сегодня идет колоссальная замена транспорта в городах-монополистах. Современные трамваи стоимостью 45-50 миллионов. Когда на линиях будут ездить такие трамваи, то, я думаю, здесь пассажир уже будет смотреть, поедет он на автобусе или на трамвае. А это просто приятнее или это еще быстрее? Это будет и приятнее, по поводу быстрее я не могу сказать, то есть по нашему поводу. Будет приятнее и качественнее, это да. Когда вот только прошла новость о том, что специалисты Янэнерго закончили обследование, о том, что они вынесли свои предложения, прозвучала колоссальная цифра о том, что предлагают они закрыть в Бийске больше 30 маршрутов. И возник вопрос, откуда вообще в Бийске их столько? На самом деле в Бийске 45 маршрутов, очень много. Объясню. Есть маршруты ключевые, их порядка 15. Это маршрут 23, 35, 46, 50. А есть маршруты, как мы их называем, утренние. Они помогают вывезти отдаленные микрорайоны, потому что пятью газелями мы сегодня поселок Сорокино не вывезем. Там в утреннее время идет дополнительно автобусы среднего класса, а не малого. То же самое, что двумя автобусами поселок Молодежки мы тоже не вывезем. Также туда в утреннее время идут такие маршруты, как 27Д, 27З, 56К. Это маршруты, которые выводят с поселки. Также у нас есть в Заречи такие маршруты, как номер 3, 4. Может быть, даже кто-то и не знал, но на маршруте номер 3 и 4 с гавани можно доехать до центра без пересадки. Специально завод Алтай-Витамина просил город, чтобы разработали такой маршрут, чтобы он был, чтобы наши сотрудники могли попасть без пересадок на завод. И вот с 2010-2011 года этот маршрут существует. Также есть такой маршрут, наверное, тоже люди не знали. Номер 15, где с Алтай-Снека можно доехать до гавани без пересадок. Это было сделано, что просили до ЦГБ в утреннее время доехать в больницу, чтобы мы доехали без пересадок, по фрачу попасть, анализы ждать. То есть их много, этих маршрутов, которые совершают по 0,5 рейса. Дальше я поясню, куда они встают. Эти маршруты, маршрут номер 3, он сделал 0,5 рейса от пункта А до пункта Б и потом встает на свой законный маршрут номер 21. То же самое, что маршрут 56К с поселка Фоминского вывез людей до центра. Дальше он меняет наш лаг на маршрут номер 23 и встает и работает на маршруте 23. Смотрите, люди, которые пользуются этими маршрутами, большинство горожан про них не знают, но есть те, кому они крайне востребованы. Если сегодня встанет вопрос, закрывать их или нет, понятно, начнется народное волнение. Ну, замечания сделали, компания «Енэнерго», они уже поправили. И наше пожелание, чтобы эти маршруты оставили, потому что эти маршруты существуют уже не один десяток лет и без них очень тяжело будет. А вообще, как ты накладываешь отпечаток то, что Бииск, город такой очень вытянутый вдоль реки и, собственно, куда поехать, направо или налево, выбора-то нету, потому что, ну вот, там, линейка города идет или есть какие-то другие схемы вообще? Это я к тому, что нам часто говорят о том, что маршруты друг друга дублируют. Понял вопрос. Ну да, я согласен, у нас идет дублированность маршрутов, но у нас сегодня не задействованы ряд улиц, на которые мы можем еще задействовать. То есть это улица Севастопольская, обсуждается сети очень обширно, что дайте нам маршрут, мы не можем уехать. То есть улица Ломоносова, улица Ударная, то есть перечислять много-много улиц, где мы еще можем пустить транспорт. И компании «Енерго» было предложено как изменить ряд маршрутов, так и открытие новых маршрутов, где еще ранее не ходил транспорт. Допустим, приведу пример. Хороший маршрут предложили, который будем обсуждать, рассматривать. Это с улицы Воронежская, он идет через улицу, извините, с улицы, с конечного остановочного пункта «Кристалл», он проходит через АБ, научный городок, выходит на улицу Липового, у нас улица Липового, тоже не задействован, где рыбзавод, тоже пользуется спросом. И с Липового на Райзин, а с Райзин на статистическую, а там на Севастопольскую, я его назвал, ряд улиц, где у нас транспорт вообще не ходит, и «Енерго» предлагает запустить новый маршрут, который мы однозначно будем рассматривать, и может быть даже и запустим, либо как-то поменяем схему, но что-то подобное, я думаю, мы увидим в 2024 году на новом аукционе, на новом конкурсе. А вообще вот это обследование показало, какие-то районы, где транспорта не хватает, ну вот вы сказали, да, это преимущественно частный сектор, да? Частный сектор, просят частный сектор транспорт. Это улица Воронежская, конечный основочный пункт Воронежская, частный сектор, это улица Севастопольская, в основном просят частный сектор. Илья Дмитриевич, не так давно вступил в силу новый контракт, в конце декабря 2021 года, и там были в том числе и изменения привычных маршрутов 55-го, 50-го. Вот сегодня уже можно говорить, такие схемы приживутся, или еще будут как-то пересматривать, может быть, старые вернутся схемы этих маршрутов? Ну, смотрите, у нас 20 декабря 2021 года, да, вступили в силу новые контракты, заключено 6 контрактов, муниципальных, на пассажирские перевозки, что касается изменения схем движения. То есть все изменения схем движения обсуждались на заседании транспортной комиссии, куда были приглашены депутатский корпус, общественная палата, ГИБД, сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы Пандура в среде транспорта, администрации, Битготранса. Был тщательно проведен анализ отлетения пассажира потока, где, какой, где, как маршрут идет, и там было вынесено решение, как лучше пустить маршрут 55, 50 и 39, что касается маршрута номер 50. Почему мы его запустили сегодня через Зеленый Клин? Первое. У нас с 20 декабря по маршруту номер 21 перестали, по маршруту номер 23 перестали ходить козели малого класса. И с Зеленого Клина до поселка Сорокино можно было доехать всего лишь на одном автобусе в маршруте номер 36 без пересадок. Загруженный микрорайон Зеленый Клин и Трофимово, сами понимаете. И без того. Да, поэтому было принято решение, чтобы маршрут номер 50 ходил через Зеленый Клин. Помочь среднему классу по маршруту номер 23, чтобы пассажиры были, и чтобы Зеленый Клин мог уехать без пересадок. А на улице Трофимово без пересадок в Сорокино можно уехать на маршруте номер 13 и 26. То есть это два автобуса среднего класса, где интервал движения где-то час. То есть все это от заселенности микрорайона Зеленый Клин и Трофимово. Какая там, сколько живет население там и там. Что касается маршрута номер 55. Изначально очень сильно просил Зеленый Клин, чтобы микрорайон, житель микрорайона Зеленый Клин, чтобы без пересадок можно было доехать в Зарю, заниматься детям самбо, дюдо, плаванием. То есть почему мы не стали возвращать его прежний вид, схему движения, чтобы он ходил на поселок АБ. У нас на поселок, через поселок АБ, через микрорайон АБ, извиняюсь, ходит маршрут номер 35 в количестве 25 машин и маршрут номер 47 в количестве 4 машин. Это порядка 29 машин ежедневно проходят через микрорайон АБ, научный городок. И туда еще дополнительно 6, ну это переизбыток. Плюс от улицы Прибытково до остановочного пункта АБ 500 метров дойти жителю. Ровно 500 метров. Что касается маршрута номер 39. Тоже много вопросов задают. Почему, как? Маршрут 39. Это протяженность маршрута раза в полтора больше, чем протяженность маршрута номер 23. Он идет с конечного пункта Воронежская, это частный сектор, кирпичный завод, и до конечного пункта Гавань. Он дублирует такие маршруты, как номер 23, 21. Но протяженность у него в два раза больше. И себестоимость данного маршрута огромная. То есть мы не стали его убирать, мы сократили его до трех машин, чтобы он был, потому что люди привыкли к этому маршруту. Убрав его, мы его получили. Напряжение социальное. Он ездит маршрут, да, интервал движения не 20, а 40 минут, но он осуществляет перевозку людей. И также были обращения частного сектора по улице Шадерна и по улице Переволку-Байкальский, что там ранее ходил всего лишь один автобус, а сегодня там ходят три автобуса. Тем не менее, вот эти все переменные, которые случаются, как правило, воспринимаются неоднозначно. Но вот есть вещи, которые ждут все обещания. Собянинский трамвай, когда увидим? Что касается Собянинских трамваев. Трамвай сегодня находится у нас в депо города Барнаулу. Наши пять стоят, никто их не трогает. Ждем документы из Москвы. Барнаульская дума в декабре месяце вынесла решение о передаче этих трамваев администрации города, решение это есть. Бизгуртранс сегодня проработал вопрос с перевозчиком, кто будет доставлять трамваи. Перевозчик уже выезжал на место, смотрел эти трамваи. В два этапа готов доставить. Первый два трамвая привезти, потом три трамваи. Все готово, но ждем документы. Последний, как говорится, штрих, точку ставим, получаем документы из Москвы и сразу же занимаемся доставкой трамваев. Можно говорить, в этом году уже увидим на линии их? Постараемся запустить, конечно же, их на линию. Конечно, постараемся. Все усилия приложим, чтобы они в этом году уже все вышли на линию. Перемен много. Спасибо, что пришли, рассказали о них. А на сегодня это все. С вами была программа «Деловой разговор». Увидимся через неделю. Продолжение следует...